МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оо всем поподробнее в программе «Один день с профессионалом». Где находится трактор, сколько часов он работает и даже кто сидит за рулем техники? Сельское хозяйство давно перестало соответствовать стереотипам. Это больше не просто тяжелый физический труд. Сейчас обработка пахотных земель – высокоточный процесс, основанный на современных технологиях. Научиться управлять вот такой вот машиной могу даже я, если, конечно, очень сильно постараюсь. Тракторист-машинист сегодня – это не только специалист, который умеет ремонтировать машину, настраивать ее, собирать и, конечно, водить, но и программист. Сейчас техника оснащена системами спутниковой навигации и параллельного вождения. И перед началом работы тракторист должен все это настроить. Благодаря таким программам труд механизаторов в поле значительно облегчился. Спрос на профессию тракторист-машиниста с каждым годом растет. Ежегодно, кроме специальности механизации сельскохозяйства, эксплуатации сельскохозяйственного оборудования, у нас дополнительно заканчивают 300-350 человек по профессии тракторист-машинист. В Цивильском аграрно-технологическом техникуме работает специальный многофункциональный центр прикладных квалификаций. На его базе уже несколько лет подряд проходит региональный чемпионат рабочих профессий. У направления WorldSkills очень четкие требования к своим площадкам и оборудованию, на котором участники выполняют задания. Техникум, благодаря поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики, смогло оснастить все модули необходимым оборудованием. В прошлом году мы купили трактор БТЗ, который оснащен самыми современными системами. В прошлом году наша съемочная группа уже приезжала на площадку техникума. Тогда студент учебного заведения Василий Иванов только готовился к региональному чемпионату WorldSkills. Он еще и не подозревал, что станет лучшим в республике в своей компетенции. Сейчас Василий планирует победить в отборочных соревнованиях и представить в финале чемпионата уже всю страну. Но для этого нужно очень постараться. Для меня отборочный этап проходит немного волнительно и трудновато, так как в этом году получается не сами эксперты смотрят, а с помощью камеры. Подготовка к соревнованиям проходила очень даже интересно, так как параллельно я еще работаю в техникуме и приходилось как находиться на площадке тренировочной, такие в поле. И иногда получалось так, что когда работал на площадке здесь, резко нужно было выехать в поле, сделать какие-либо работы, либо наоборот, с полем приехать сюда и начать тренироваться. Василий Иванов впервые увидел трактор еще со всем ребенком. Дедушка брал его с собой на работу. Он был механиком-техником. Именно тогда маленький Вася решил продолжить дело деда, хотя с того времени профессия изменилась. Техника, конечно же, изменилась и впечатления каждый раз разные. Душа успокаивается, когда ты в работе и ни о чем на другом не думаешь. А если задумываться о значимости, то с самого начала хлеб выращивать начинаем мы. Задания чемпионата максимально сложные, выполнить все практически невозможно. Все для того, чтобы объективно оценить каждого конкурсанта. Чем больше участник успел выполнить, тем выше его балл. На отборочных финал WorldSkills претендентам на победу нужно было выполнить два задания. Устранить неисправность электрооборудования трактора и провести сборку-разборку цилиндропоршневой группы двигателя. На каждый модуль участнику давалось 45 минут. Затем эксперты оценивали их работу. В первую очередь обращать внимание на поэтапность выполнения процесса, на аккуратность исполнения, на отношение к технике безопасности, тоже это немаловажный фактор, и на технологический процесс и умение пользоваться правильным инструментом. Кто станет победителем в компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин, станет известно уже совсем скоро. За путевку в финал боролись 43 конкурсанта со всей страны. Чуть меньше 16 представителей регионов соревновались в направлении преподавания музыки в школе. Первый раз в истории отборочные соревнования в финал проходят онлайн. Эксперты с помощью камер контролируют участников на каждой площадке состязаний. Ну, конкретно на этом чемпионате, на отборочном финале, моя задача была сидеть в соседней комнате, в комнате экспертов, и дистанционно наблюдать за тем, что делает мой участник на площадке. То есть не нарушаются ли его права, все ли возможности есть, то есть как общается главный эксперт с участником, ну, все ли хорошо, и если что, вдруг поддержать. Самопрезентация, интерактивная игра, народная песня акапелла, народный танец, бодиперкуссия, инсценировка песни, музыкальная викторина. Участникам компетенции преподавания музыки в школе нужно было выполнить 7 заданий. Отборочные этого направления шли несколько дней. Самая легкая, наверное, бодиперкуссия, потому что мы репетировали много. Ну, все 7 заданий примерно одинаковые были, но вот сегодня в задании сделать фарентировку для песни было сложно. Клавдия Прохорова представляет Чувашию на отборочных соревнованиях. Именно она стала лучшей в республике в этой компетенции. При этом Клава не профессиональный музыкант. Она учится на специальности дошкольное образование, но за ее плечами музыкальная школа. Участие в чемпионате дает новые навыки, новый опыт и новые знакомства. Планирую работать с детьми и считаю, что эта профессия очень важна, так как важны люди, которые будут передавать информацию новому поколению. Готовилась к чемпионату Клава не одну неделю. Участница у нас все практически каникулы, три дня в неделю. Мы тренировались здесь на площадке, пробовали все задания. Цифровой модуль, конечно, это самый сложный модуль, то есть аранжировка песни для, скажем так, не музыканта. Это достаточно сложно. Очень много требует навыков подготовки, как музыкально-профессионально, так, конечно, и навыков таких общих софт-скиллов. Чемпионат рабочих профессий WorldSkills – прекрасная возможность заявить о себе на всю страну и даже мир, как о профессионале своего дела. Движение WorldSkills, по большому счету, это направление, которое позволяет максимально создавать условия, приближенные к реальной жизни. Мы уже готовим их к тому, чтобы в будущем, в реальных условиях, именно в действительности могли себя показать и уже быть востребованными. Отборочные испытания шли почти три недели. За это время 19 победителей регионального этапа состязались по 17 компетенциям. Соревнования завершились, итоги подведены, имена победителей уже известны. Именно они примут участие в финале 8-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. Он пройдет с 6 по 21 сентября, также в режиме онлайн.